Дунайские волны. Статья на РТ за 4 декабря 2019 года. Сергей Аксенов. Парламент Венгрии обратился к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине. Об этом рассказал спикер Нижней Палаты Вячеслав Володин. Речь идет в первую очередь о возможности полноценно использовать родной язык и получать на нем образование. После принятия закона Рада о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины, напомнил политик. Сотрудничество двух стран может иметь для Киева далеко идущие последствия. По словам спикера Госдумы, причиной ущемления прав нацменьшинств стал пещерный национализм, который расцвел на Украине после Майдана. Однако такая политика не была поддержана большинством как украинцев, так и проживающих на территории Украины русских, венгров, румын и поляков. Вместе они прокатили на выборах Петра Порошенко в надежде, что новый президент сменит курс незалежной на более человечный. Кстати, русские на Украине не меньшинство, их 36%. В качестве примера бережного отношения к нацменьшинствам была приведена линия России в отношении крымских татар, чей язык на полуострове получил статус государственного, а официальному Киеву, так пылко желающему стать европейским, предложено избавиться от рудиментов национализма. Москва же, пообещал Володин, будет продвигать свою точку зрения в рамках межпарламентских структур, в частности в ПАСЭ и парламентской ассамблее ОБСЕ. Кажется, Россия сможет с выгоды использовать свое недавнее возвращение в ассамблею. Коллегу поддержал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он возмутился тем, что Киев глумится над украинцами, говорящими на русском языке. После чего буквально поставил Европу перед выбором. Подтвердить свое демократическое РНМ или признать, что политические интересы для Старого Света важнее декларируемых им норм. Реакция ПАСЭ будет индикатором истинности поддержки демократии и европейских ценностей, подчеркнул российский парламентарий. Не поспоришь. Для контратаки на Европейском театре политических действий у Москвы есть все козыри. Принятые еще при Порошенко законы об исключительности украинского языка нарушают международные обязательства Киева в части исполнения норм Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств и рамочной конвенции о защите национальных меньшинств России, чья внутренняя языковая политика, как известно, вызывает зависть европейских лингвистов. Сам Бог велел стать защитницей этих базовых документов. Никто, кроме нас. Сейчас напомню, в украинских школах предусмотрено преподавание в том числе и на русском, венгерском и румынском языках. Однако с начала 2020 года обучаться можно будет только на мове. Цель до такой степени ассимилировать представителей других народов, чтобы в 2030 году они сдавали все выпускные школьные экзамены только на украинском. Ради этого уже дрессируют педагогов. За общение на русском их штрафуют. Для семей, где говорят на русском, венгерском и других языках, это станет громадной трагедией. То же самое время... Извините, так, что самое время динонсировать эти почти нацистские планы Киева. Интересно, что увещевания спикера Госдумы носили чисто дипломатический, политический характер. Однако это не помешало отечественным СМИ сместить акценты Венгрия готова к территориальному разделу Украины, дружить против Киева. Венгрия обратилась к РФ с предложением о совместной борьбе. Можно, конечно, упрекнуть журналистов в излишней склонности к хайпу, но, судя по всему, это лишь отражение реальных страхов официального Киева. Ранее СМИ сообщили, что в Виноградовский район Закарпатской области экстренно направлен в мобильный резерв Национальной гвардии Украины численностью до 60 бойцов. Им выделен военный вертолет и несколько единиц военной техники. Официальная версия специальной силы направлены в проблемный регион с целью повышения уровня безопасности отдыхающих во время зимнего курортного сезона. Кого может убедить столь надуманное объяснение? Ясно, что в Киеве слегка запаниковали и пытаются взять ситуацию под контроль. Беспокойство властей Украины понятно. Венгрия упорный и последовательный борец за соблюдение прав своего национального меньшинства в Закарпатии. Как член ЕС, эта страна имеет право накладывать вето на любые решения Евросоюза, чем успешно пользуется. Например, Будапешт сорвал проведение саммита Украина-НАТО. В результате министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко остается хвастаться лишь предстоящим ужином с коллегами-министрами. Мы хотим постоянно быть на повестке дня Альянса. По-холопски надеется он. В Киеве пытаются делать вид, что ничего особенного не произошло. Так украинский МИД зачем-то стал опровергать факт обращения Венгрии к России, видимо, желая хотя бы в мечтах конструировать выгодную для себя реальность. Выглядит это нелепо, так как диалог о защите нацменьшинств между спикерами нацсобрания Венгрии и Госдумы ведется еще с 2017 года. Тогда же впервые была озвучена просьба венгерской стороны о содействии. Соответствующие документы опубликованы. О том же политике говорили в сентябре этого года на двусторонней встрече в Нур-Султане. Бывшая Астана, кто не в курсе. Так что речь идет о планомерной и долговременной работе Госдумы в нужном направлении. Не зря же Володин предупреждал недавно Киев о том, что его политика может привести к потере некоторых регионов. Там обиделись. А зря. Направду не обижаются. Кстати, позиция эта созвучна позиции президента РФ, который также говорил о риске тяжелых последствий для государственности Украины в случае неверных решений Киева в отношении национальных окраин своей небольшой империи. Что это за последствия, легко представить. Так что политикам на берегах Днепра есть о чем задуматься. Как бы к объединившимся России и Венгрии не примкнули также имеющие претензии Киеву Польша и Румыния. Давление четырех держав не оставит Украине выхода, кроме как отказаться от своих нацистских, по сути, планов. Сергей Аксенов. Дунайские волны. Дунайские волны. Продолжение следует...